К зиме готовы. Хибинская тепловая компания в Кировске завершила основные работы по ремонту тепловых сетей. По итогам июньских испытаний было выявлено 12 мест с повреждениями. На двух адресах неполадки оказались серьезными. Мария Савохина и Андрей Габаин посмотрели, как специалисты выполнили работы. Одно из мест с серьезным повреждением – район Дома-14 по улице Юбилейная. К проведению здесь ремонта готовились долго, искали место дефекта, выполняли расчеты. Но и работы выполнили за один день – 13 августа. Конструктив данного участка тепловой сети сделан таким образом, чтобы коммуникации субабонентов – это линии электроснабжения, водоснабжения, канализации – они все расположены выше. Теплосеть заглублена на глубину порядка 6 метров. Представить себе достаточно сложную конструкцию. И в счетом того, что рядом находится магазин, и при повреждении был достаточно массовый разлив воды при испытаниях, мы к работе на данном участке подходили планомерно, осознанно, с выставлением постов, определением места дефекта. Это была крайняя точка в подготовке хибинской тепловой компании к осенне-зимнему периоду. За лето заменили более двух километров труб и еще больше изоляционных работ. Часть из них на открытых площадках. А на улице Олимпийская теплосети расположены в домах через подвальные и цокольные помещения, поэтому работы проводились внутри. Масштабную работу по благоустройству начали еще в мае. Обязательства выполнены в 40 точках Кировска, микрорайона Кукис-Вумчор, поселков Титан и Кашва. Что касается благоустройства, здесь и администрация, отдельное спасибо, они постоянно на нас давлеют, следят за тем, чтобы городская черта была благоустроена, было людям комфортно ходить, лицезреть территорию городскую. Они обратились к нам с инициативой, чтобы мы уже весной до того, как Растая снег имели на руках договорные обязательства по ремонтам, по благоустройству, по всем позициям, связанным с летней ремонтной кампанией. Александр Николичев с уверенностью говорит, что к работе тепловых сетей в осенне-зимний период его кампания готова. И уже 27 августа по согласованию с администрацией начнутся пробные топки социальных объектов.